Портал XGED поступил вопрос. Если человек одержимый, считаются грехи, совершенные им в этом состоянии, его грехами. Но что подразумевать слово «одержимый»? Если это человек, который бесноватый из Евангелия, бесноватый мы знаем, то понятно, что эти грехи, которые он совершает, совершают бесы. Бесноватые могут побить человека, как вот Гадаринский бесноватый и так далее. То есть, понятно, что он уже своим телом не вродеет, чем завладели бесы, и эти бесы пользуются для своих неправидных целей. В этом смысле он не может нести ответственность за свои действия, потому что он не он их совершает, не у него сознание. Хотя понятно, что иногда бесноватый возник на основе оккультизма. И вот здесь, конечно, человек виноват. Если у него бес вселился из-за того, что он обращался к астросенсам, к бабкам заговаривать или еще что-то, или сам этим пытался оккультивно заниматься, и у него бес вселился, то понятно, что это его уже расплата взаимодействия с нечистой силой. А другой момент – это когда люди психически больные, это уже недержимые бесам, психически больные. Хотя, конечно, там тоже не без весовского влияния, но тем не менее. Вот я знал одну женщину, у нее случился такой психиатрический кризис, и вот она считала, что она в аду. А вот что вот ее муж – это бес, я, батюшка, буду – это бес. Она так ему говорит, бес. На батюшку похож, ты бес. Ты только на батюшку похож. Это муж тоже на мужа похож, но ты не скрываешь, что под личиной мужа ты бес. А окно на высоком этаже – это выход в рай. И она на нем стояла два часа, не на подоконнике, а на карнизе, который был таким наклоном, в чулках. То есть, это скользко, это же не босиком. Два часа стояла с иконой, вот так. Там народ собрался снизу. И когда, так сказать, вот это чудо, что она не сорвалась, как она могла, женщина пожилая, два часа стоять, чуть-чуть шлахнуешься, и ты поскользишься, и ты упал. Она не поскользнулась. Бог держал. А осознание, что было интересно, что «а я Христа не предам беса, я буду за Христа. Я буду за Христа. Вот она прям кричала. Мучьте меня, я буду за Христа. Пожалуйста». Но она мученица. Христианская мученица. Я даже, когда она это сидела, я немножко завидовал ей, по-хорошему, что называется. Ну, надо же. Вот человек готов на мучение пойти, там, от бесов, там, а Христа не предать. Вот да, у нее было виртуальное сознание такое, знаете, погружение такое, знаете, как это очки, да, сейчас в виртуальной действительности. Ты вроде в комнате, на самом деле ты где-то уже там в другом месте. Вот у нее тоже такое сознание, там, может, как раз Лукава это сделал. Но она в этом к системе координат осталась верной Богу. Она осталась верной Богу. И это удивительно. Удивительно. Понятно, что в этой ситуации у человека совершенно, ну, он по-другому видит мир. Естественно, этих людей отпевают, если бы она сорвалась, если бы отпели. Потому что она не кончала жизнь самоубийством. Она в рай хотела попасть. Не путем самоубийства, притом. Вот так вот, сознательным. Если она не собралась там, ну, сейчас повешусь и буду в раю. Нет, у нее не было такого. Но просто вот в картине мира просто все, она изменилась. То есть, она стала нереальной. Но в рамках от нереальной картине мира она осталась верной Христу. Поэтому даже если она упала, она была бы мученицей. Почему церковь, кстати, таких людей отпевает. Так он самоубийства не отпевает по преданию, да? А церковному. А этих людей самоубийств не считают. Самоубийства не считают. Церковь не считает, что они кончили с суицидом. Просто вот у них, так сказать, вот такое искривленное сознание. Неправильно восприятие действительности. Поэтому они, конечно, за свою ответственность не несут. И вот, может быть, этой женщине вот то, что она так в этой ситуации, в таком состоянии кричала. Конечно, потом ее увезли. Психиеческая ложка, там, подлечили. Все было уже хорошо. Сейчас хорошо, слава богу. Но я думаю, что ей, на старшем судье, вот это ее состояние, что мучите меня, не расставьтесь с Христом. Это зачтется. Как мученичество за Христа. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...